Эти 49 больших фотографий не покажут главного героя. Борец с церковной реформой, протопоп Авакум, был казнен в 17 веке. На фотографиях место казни в заполярном городе Пустозерске и титанический труд нынешних староверов. Выставка посвящена строительству памятных часовень в Пустозерске, где был сожжен протопоп Авакум. И поэтому здесь, в этих фотографиях, история, начиная от природы края и заканчивая строительством этих часовен. Более 100 паломников прошли по тундре около 30 километров, чтобы впервые увековечить память о страдальцах за свою веру. Большинство фотографий крестного пути сделал один человек – Максим Пашинин, учредитель паломнического центра имени Авакума. Мне очень приятно, на самом деле, что у нас в Сызрине, вот в этом городе есть старовера, и какая-то деятельность все-таки происходит. Религиозный конфликт тает в истории, но в кадре – генетическая память прошлого. Разве мог этот современник представить, что в его строгом образе кто-то увидит самого Авакума? Экспозиция приурочена к юбилею – 15 лет государственной регистрации Сызранской поморской общины. В наше сложное, непростое время представители всех вероисповеданий, всех конфессий должны сплотиться вокруг самой главной, наверное, единой цели – стоять на страже единства, целостности нашей Родины. В музейном пространстве фотографии староверов занимают две угловые стены. Они как стрела, летящая в глубину веков. Метафора не случайна. Хочешь понять настоящее – познай глубже прошлое, историю предков. 300 лет назад протопоп Авакум написал письмо царю Федору. В нем он излил все раздражение, накопленное за долгие годы заточения. А что, государь, писал Авакум, ка бы дал ты мне волю, я бы их, противников своих, перепластал бы за один день. Царь Федор воспринял послание Авакума как личную угрозу. Протопопа приказали сжечь. Так закончилась на костре жизнь бесстрашного человека, оставшегося неразгаданной легендой древнерусской духовности. Фотовыставка староверов продлится в Кривеческом музее до 29 февраля. Анатолий Волошинский, Игорь Шиянов. Вести детально. Анатолий Волошинский, Игорь Шиянов.